Как мотивировать, как управлять аналитиками, что с ними делать, почему я ожидаю определенный результат, я его не получаю. Если бы эти вопросы задавали только начинающий руководитель, это было бы здорово, но на самом деле мне их задают постоянно. Постоянно на протяжении 20 лет. Я 20 лет в IT HR, меня зовут Алена Новоселова, я как с нуля приходила и собирала команды в стартапах, так и приходила в давно существующие компании, помогала развивать корпоративную культуру, мотивацию персонала, учила руководителей управлять персоналом. И эти вопросы возникали постоянно. А поскольку меня периодически, например, в Яндекс.Деньгах меня называли менеджер по просветлению. Почему? Потому что я помогала ставить цели и достигать их. И очень часто это очень быстро давало возможность развиваться не только этому человеку, который приходил ко мне с этими запросами, но и компании в целом. Поэтому вернулась к этой теме, поняла, что актуально. Сначала думала, было мало народу, думаю, ну, наверное, не актуально, да, смотрю, что все, все места заняты. Я немножко рассказала о себе. Смысл моей жизни в помощи людям, в развитии как людей, так и компаний. И поэтому я выбрала эту тему, поэтому, собственно, буду говорить о том, как управлять и как развивать, как других, так и себя. Рассказала о себе. Теперь давайте познакомимся. Расскажите мне, кто уже управляет сейчас аналитиками. Круто, очень круто. Так, а кто просто работает аналитиками, пришел послушать, как меня мотивируют будут. Ага, примерно столько же. Во как. И практически те же самые, да? И даже те же самые. Ага, вот так вот. Отлично. И кто еще вообще не аналитик и собирается в эту профессию? И такие есть. Не собирается даже. Не аналитик и не собирается. Ну, интересно, как управлять, да? Управлять и не мотивировать. Окей, хорошо. Значит, в любом случае расскажу и про то, как управлять кем-то, но, внимание, акцентируясь на том, как управлять и собой в том числе. Потому что мы себя любимых не должны забывать. Ну, о чем тут речь? Сначала расскажу о причинах отсутствия результата. Потом, как таки делать так, чтобы этот результат был. Потом мы составим с вами план по составлению плана по мотивации и развитию. Ну, и также само мотивация, само развитие. И по ходу я приведу пример профессиональных навыков системного аналитика из одной из компаний. И вишенка на торте, почему растет зарплата, и что с этим делать мне, как вписаться в этот рост. И почему важна само мотивация и само развитие. Чуть-чуть расскажу о теории развития, но я остановлюсь на том, кто может помочь. А все это будет про определенных людей. Я много консультирую. Там было написано, что я коуч. Ко мне приходят люди из разных компаний. И вот пришел ко мне недавно, что, кстати, было тоже ключевым решением. Молодой руководитель, он не аналитик, он менеджер продукта. И у него в команде есть несколько аналитиков, а точно два. И он пришел только что в новую компанию. Естественно, у него начинается. Я им ставлю задачи, а они не в те сроки их делают, и вообще не то, что я думал, получаю в итоге в результате. И мы с ним сели и стали разбираться, что же с этим делать. Оказалось, ставит он задачу. Сейчас даже я как бы записывала себе. Кстати, его зовут Тарас. Как бы Тарас, да? На самом деле. На самом деле, как бы Тарас. Тарас будут его звать в моем докладе. И он мне разрешил использовать эти примеры. Так что все в порядке. Значит, пример. Поставил он задачу. Проанализируй, чем наши госты отличаются от американских. Ну и, как всегда, времени нет, разберись сам. Через неделю результат. Человек пошел копать. Прокопал там весь рынок. В итоге, через неделю, его спрашивает наш Тарас. Ну что, результат есть? Человек говорит, да там еще столько копать, что какой результат через неделю? Я только через месяц там тебе что-то отвечу. Ну что-то раз говорит, блин, мне-то надо было всего чайник сертифицировать на пожаробезопасность. Надо было просто посмотреть, чего там в Америке с пожаробезопасностью, и как это сертифицируется. Это можно было сделать за неделю. Ну, человек не понимал целей, поэтому копал все подряд. Потом. Есть у него человек, который уже работал до него аналитиком достаточно долгое время. И когда ему ставили задачу, он, особенно новую какую-то, инновационную, которую нужно вот исследовать, новую совершенно область для него, он уходил в нее и очень-очень-очень долго сидел и не отвечал. Да, потом он приходил, наверное, через там три недели с результатами, да, с хорошими. Но все это можно было сделать быстрее. И все время наш Тарас ему это ставил в вину. Ну, человек, ну ты же можешь быстрее это все сделать. Ну, другие же делают. Оказалось, что у человека очень большой опыт работы и, как это там, можно сказать, чуть завышенный ЧСВ. И человек думал, я лучше буду долго биться и искать как, чем спрошу у младшего коллеги, который, может быть, обладает этой информацией, ну как же я буду у него спрашивать. Такое было, да? Ну и много еще всяких разных было примеров, из которых мы вывели с ним, что если человек что-то не делает, он либо не понимает цели, либо у него нет ресурсов, либо он не знает как, либо он не хочет. Не хочет был пример. Была поставлена задача, и человек тоже очень долго ее делал. И когда Тарас спросил, а в чем дело, человек сказал, ну, слушай, ну все равно я это буду делать, это понадобится только через год. Через год весь рынок изменится, и в итоге нужно будет заново делать эту работу. Ну зачем? Все равно это все пойдет сейчас в стол, вся моя работа. Зачем я это буду делать? Ну и, собственно, вот это четыре были основных причины, почему у нас не делалось вовремя и с нужным качеством работы. Ну что же мы вывели? Ну, в принципе, вот по нормальному, да, по правильному. Нужно простроить процесс оценки деятельности, мотивации, развития сотрудников и себя любимого, конечно же, да, не забыть. Звучит как типа документов, полгода-год внедрения, да, и, в общем, много усилий, большое количество народу. Мы решили сделать проще. Сначала мы прописали, что такое управление. Управление — это договориться о терминах. Ну, аналитики же, да, все. Понятно, почему нужно договариваться о терминах, да, в самом начале. В психологии есть такое понятие «карта не равна территории». Какая бы подробная у нас ни была на руках карта, в любом случае она не будет соответствовать реальной территории. Вот сто процентов не будет. Например, у нас там на карте нарисовано, если она очень подробная, у нас нарисовано дерево, а на месте этого дерева, например, уже пень, да, или у нас, ну, как у меня, да, там травка зеленая с листиками, да, а там уже пустыня, и есть нечего, и один кактус. Поэтому обязательно на… Кстати, это и с заказчиками, да, когда вы работаете, обязательно на… Вот в ходе нужно договориться о терминах. Что вы подразумеваете под простейшими вещами? Я когда прихожу в новую компанию и набираю, например, либо начинаю работать с командой по управлению персоналом, с менеджерами по персоналу с моими, я сразу же договорюсь, что у нас в компании значит управление персоналом, что у нас в компании значит мотивировать сотрудников, да, потому что есть теория, а есть реальность, и они не всегда совпадают. И самое главное, что реальность в вашей голове не совпадает с реальностью в голове соседа. Поэтому это вот предыдущий доклад был на тему, что все лгут. На самом деле просто нужно договориться о правильном общем понимании, да, того, чем вы будете дальше беседовать. Итак, мы договорились о терминах, дальше нужно грамотно поставить задачу. У нас здесь опять же, возвращаясь к тому, что аналитики – это одно из базовых навыков, да, аналитиков, поэтому не буду останавливаться, что такое смарт, и как правильно ставить задачу, да. Главное, а в какой момент и какой результат нужно получить, ну и зачем. Дальше, давать ресурсы, не забывать. Был пример не с аналитиками, с офис-менеджером, в большой крупной компании, в которой я работала, очень известный. Административный директор поставил задачу секретарю собрать аптечку, приходит через неделю, говорит, ну чего, где аптечка? А секретарь вот с такими большими глазами говорит, нет, еще нет, ну нет. На что административный директор очень аккуратно говорит, что очень разочаровала ты меня, очень разочаровала. Ну, в общем, девушка вылетает со слезами, и мы ее ищем по коридору, в общем, я ее там отлавливаю, спрашиваю, в чем дело. Оказывается, что она заявку отправила на то, чтобы ей выделили деньги на эту аптечку. Они еще не пришли. Вон, собственно, ресурсов ей не дали, денег не дали, а с нее уже требуют результат. Ну вот как-то не ложится. Дальше. Ну вот это вот очень важная штука, периодически спрашивать, как сейчас дела, и что нужно, чтобы сделать задачу качественную в срок. Потому что, ну, я работаю с программистами 20 лет, да? Я знаю, что вообще не каждый программист тебе скажет, что у него проблемы. И периодически нужно подойти к нему и спросить, что делаете, как дела там вообще у тебя? И может быть, я чем-то тебе могу помочь в этом случае. И, собственно, вы аналитики, ничем не отличаетесь от того самого программиста. Периодически нужно спрашивать, чего еще не хватает. Ну и конструктивно-обратная связь нужна по итогам работы. Что такое конструктивно-обратная связь и чем она отличается от неконструктивной? Все знают. На самом деле конструктивно-обратная связь. Я каждый раз, приходя в любую компанию, начинаю обучать руководителей вот с этого. Вот в любом случае априори приходится заново. Почему? Потому что чаще всего вот так, да? Performance review проходит. Человек молчит и кивает, а ему объясняют, как он живет не так. А на самом деле, что развивает, что помогает быстрее, качественнее, с лучшим КПД сделать свою работу. Плюсы и дельты. Прямо конкретных результатах работы. Соответственно, что ты сделал хорошо, и что можно изменить, улучшить, добавить. Это простая формула, вот эта вот фраза одна. Любое performance review пройдет лучше, быстрее и качественнее будет сделана работа. И самое главное, по последним исследованиям и моим, и IT HR сообщества, знаете, у нас существует очень сильно IT HR сообщества в Питере и в Москве, мы проводили исследование, что мотивирует IT в IT персонал, да? Как вы думаете, на каком месте была обратная связь от руководителя и команды? А кто, кто сейчас все знает, что ли? Да, на третьем месте. Понятно, да, да, на третьем месте. На первом месте интересные задачи, на втором месте развитие, новые задачи, да, по-моему. Сейчас точно не вспомню. Угадайте деньги, на каком месте были? Да, все знаете. На пятом, да. А на четвертом, вообще интересная штука, а на четвертом удобное рабочее место и возможность удаленно работать. Сейчас в нашем современном мире это все чаще и все важнее. Встречается даже в вакансиях, пишут, что возможно удаленно работать. Это все сделает, это уже все работает на самом деле. Это был спойлер. Описываем портрет аналитика мечты в вашей компании. Расписываем скиллы софт и хард. И это будет у нас 100%, к которым мы стремимся. Вот, классно. Смотрите, почему? Во-первых, аналитик мечты вашей компании, да. Понятно, почему вашей компании, во-первых. Потому что системный аналитик в одной компании вообще не равно системный аналитик в другой компании. И вы правы. Системный аналитик в одном проекте тоже может быть неравен системному аналитику в другом проекте. Поэтому, да, если проекты крупные, то имеет смысл на каждый проект системного аналитика мечты составлять. Но я бы еще собралась всеми системными аналитиками и собрала аналитиками мечты компании в целом. И общий будет на всю компанию. Правда? Ну подумайте над этим. Да, про hard, soft, skills тоже не останавливаюсь. Подготовлена аудитория. Единственный вопрос. Коммуникация, коммуникативные навыки. Являются hard или soft для аналитиков? Hard все-таки, да? Решили hard, да, hard. Для руководителей, для всех. Для привет HR-ов. И для аналитиков это hard skills, на самом деле, коммуникации. Мы это дальше посмотрим в примере. И о, пошел пример. Мы взяли сейчас пример системного аналитика в определенной компании. Это крупный стартап. Это вот реально составленный план. Начинается он с цели полагания. Потом выявление требований. Чуть-чуть побольше. Тут чуть-чуть поменьше. Работа с документами. Нотация, методология, инструменты и техники. Дальше вот наша коммуникация, которая у нас hard skills. И стандартные вещи, которые должен уметь аналитик. Технологические навыки. Ну и стандарты, исходы знаний, которые тоже нужно знать. В этой компании, этому человеку это нужно. Это портрет мечты этой компании аналитика. Да, это прекрасно. Итак, составили портрет аналитика, шкалируем его. В одной из компаний мы начали шкалировать дизайнеров. Отдела дизайнеров, не аналитики. И ребята выбрали шкалу цветную, они же дизайнеры. Ну и чтобы попроще было, это светофор. Красный, желтый, зеленый. Понятно, да, там красный, это джуниор, желтый, мидл и сеньор зеленый у нас получился. Для меня это очень маленькая шкала, ну, например, мне бы дало мало информации. Поэтому, ну, кто-то использует пятибалльную систему. Но я знаю, что у многих школ ассоциируется не с очень хорошими впечатлениями, да, особенно те, кто постарше. Сейчас разные школы бывают уже интересные. Поэтому я предлагаю десятибалльную систему брать. И тогда проще будет сказать и себе, и остальной команде, да. Например, ты поставила себе шесть по определенному навыку. Что нужно сделать, чтобы в следующий раз ты поставила себе семь? Да, и это будет следующий шаг в развитии, который у нас сложится в… Упс, нет, еще нет. Потом сложится. Дальше. Значит, скалировали результаты, поняли, на каком месте хотелось бы оказаться. И дальше даем конструктивную обратную связь относительно этого портрета, идеального, сто процентов. Себе можно привлекать своего руководителя и своей команде. Ну, те, кто руководит, они уже как бы тоже со своими договариваются, как это будет выглядеть. Конструктивная обратная связь в чем, напоминаю? Конструктивная обратная связь. Она в том, что ты понимаешь, на каком уровне ты сейчас находишься по каждому из параметров. И на каком уровне находятся остальные в команде. И даешь им обратную связь по этому поводу. И в итоге у нас получается, лично у меня получается, план развития пошаговый с конкретными измеримыми осуществимыми результатами. Мы расписываем, что в какой момент мне нужно изучить, что сделать, в каких проектах. Хотелось бы поучаствовать еще в нашей компании, которая уже есть. Мы же аналитиками, что и нашей компании пишем. И простроить это себе в план. И дальше вишенка на торте. Вписываем в план обоснованное повышение зарплаты. Об этом же тоже нельзя забывать. Мы уже как бы знаем, что в пятерку мотивирующих факторов это входит. И очень часто, вообще очень часто ко мне приходят на консультации человек и говорят, я, наверное, сменю сейчас работу, помоги мне сменить работу, потому что мне очень давно не повышали зарплату, сам я не пойду об этом спрашивать. Но как бы вот, наверное, проще мне будет перейти в другую компанию. Вот у программистов это очень часто встречается. Давайте будем проактивными и будем думать об этом. По какому поводу и как мы можем в план развития вставлять повышение зарплаты, обоснованное повышение зарплаты. По каким обоснованиям обычно она поднимается в мире, я, как HR вам говорю, да, я вот это все использую в работе. Уровень и объем задач изменился, повысился, стали больше знать, больше уметь, быстрее делать, да, но это стоит больше. Уровень оплаты труда на рынке повышается. Мы идем на HeadHunter, все просто, мы идем на HeadHunter, смотрим вилки зарплат, анализируем это все дело, думаем мы на каком уровне, да, по светофору, и применяем эту вилку для себя и смотрим, куда мы можем расти в этой вилке по зарплате. Ну и, собственно, учитывается инфляция. Инфляция, я имела в виду, когда последний раз вам повышали зарплату. Это тоже важно, да, ну мы не можем повышать каждые два месяца, например, зарплату, даже если она там сначала была маленькой, вы пришли джуниором там и быстро выросли, да, но есть эффект привыкания, лучше сразу по-честному сказать, смотрите, теперь я стою вот столько, что я должен сделать, чтобы вот перейти на следующий уровень, и дальше это все в план ложится. Инфляция, как давно повышали зарплату? Ну, в принципе, стандартно во всех компаниях, насколько я знаю, в среднем повышают раз в год точно, а сейчас чаще раз в полгода бывают повышения. У кого так в компании? У-у-у-у-у-у, а все, получше уже, получше, да, нормально, не соврала, есть такое. Это, в принципе, основа, да, теория, на которой строились все наши планы и все наши предыдущие слайды. Сначала была пирамида Маслоу, да, сейчас говорят, что она не отражает реальности, но она правда не отражает реальности, но большой плюс и шаг вперед был то, что поделены потребности, и постепенно человек их удовлетворяет и идет дальше, да, тут только теория. Дальше был одизис, этап развития компании, и на разных этапах развития компании нужны, соответственно, разные люди по разным навыкам, да, и если человек растет вместе с компанией, то он остается в ней, если нет, то человек где-то остается вне компании или уходит в другую компанию того уровня развития, который у него на данный момент. Ну, собственно, все это выросло сейчас в спиральную динамику. Аналитики, наверное, в большинстве своем, я так могу предположить, если совру, скажите, на оранжевом уровне, как и большинство компаний, в котором входит в топ в России, оранжевый уровень, это цель-результат, это, ну, где деньги, почему ты такой бедный, если ты такой умный, вот это вот все оттуда, и, собственно, аналитики на этом уровне чаще всего работают, да, потому что вам важны цели. Дальше идет зеленый уровень, это мы работаем командой, мы приносим пользу вместе командой, и, соответственно, мы вместе делим результаты своего труда, и мы молодцы все вместе. И вот желтый уровень – это то, что я развиваюсь, через мое развитие развивается мой отдел, через это развивается компания, и она начинает и больше зарабатывать, и меняет рынок, и рынок меняет, я не знаю, рынок страны всей, да, и политику в стране, и это меняет общую политику на планете Земля, вот это вот все про это. До этого уровня мы идем, мы идем к этому уровню, шагаем семимильными шагами, и есть еще бирюзовый уровень, это все взаимосвязано, если мы не разработали систему и не пользуем ее, то мир развивается медленнее, вот примерно вот так вот. Или я могу, наоборот, помочь миру развиваться быстрее и помочь что-то новое, чтобы привнести в мир, что-то изобрести, это все я сам влияю на все. Вот, ну вот это вот последние все теории, на которые я опиралась, и, собственно, мой лозунг, мотивируй себя сам, потому что, ну, сидеть на попе ровно и хорошо делать свою работу и надеяться, что тебя заметить уже поздно. Ну, как бы, ну, не работает, правда. Кто-нибудь вот сидел на попе ровно, тихо делал свою работу и считал, что руководитель его заметит, и замечал руководитель? Слушайте, ну, значит, у вас уже план есть, да, по которому вы действуете, я так подозреваю, да? Ну, хорошо, будем считать, что вам повезло с руководителями, но вас трое. Искать работу мечты, в которой суметь себя замотивировать, бесполезно. А подписываюсь, на самом деле, кто считает не так, окей, здорово, но я очень много раз видела, как люди переходили из компании в компании в компанию и сталкивались с теми же самыми проблемами, которые были до этого. Все равно не будет компании мечты. Если мы хотим найти компанию мечты, ну, создавайте ее сами, пожалуйста, у вас все есть. Ну, в общем, вот так вот примерно. Награда. Если мы двигаемся вперед, ну, у нас все понятно, что будет впереди, мы быстрее будем достигать целей, мы будем помогать команде развиваться вместе с нами, ну, и, собственно, будем знать, когда увеличится наша зарплата. Все просто. Кто может в этом помочь? Помимо прекрасных руководителей трех, которые у нас уже есть, можно к ним обращаться, если что. Да. Если что, уже покажут вам, что и как делать. Кто еще может быть кучем, кто может помочь вам, да, в составлении, в применении системы. Это эксперты в профессии. У нас тут очень много интересных выступающих сегодня. И они все эксперты в этой профессии, в вашей прекрасной. И можно к ним обращаться. HR вашей компании. Вообще это входит в обязанности HR вашей компании. Да, поэтому имеет смысл об этом говорить с ним. Да? Да, не занимается. Ну вот. А у вас руководитель, потому что этим занимается. Вы же сказали. Понятно. Если не занимается, так сложилось, то любой HR, который может стать ментором. У нас, еще раз повторяю, у нас сильно очень IT-HR сообщество. И у нас есть в Телеграме чатик, куда чатик вместе с программистами, дизайнерами, аналитиками, которые приходят в этот чат и задают свои вопросы наболевшие, на которые не могут ответить им их HR, например, или их руководители. И мы с удовольствием на них отвечаем все. Потому что, ну, есть там не мы, мы, это 30 человек IT-HR, которые, собственно, рады помочь, всегда открыты. Да, я в том числе. И вот там вот будет дальше этот чатик. И коуч. Иногда воспринимают коуч как уже понятие ругательное, да, потому что очень сложно понять, кто такой хороший коуч и как его найти. Вот сегодня на Баркемпе у меня одна из тем, если мы успеем, как себе выбрать хорошего коуча, найти. Да, вот такая болезненная, да, тема, да. Но вот сегодня подумаем над этим вместе. я люблю думать вместе, а не одна. Упс, это что такое? О, все. О, я обещала. Вот это вот телеграм-чатик, куда можно прийти, задать свои вопросы на болевшие и команда IT-HR с удовольствием вам ответит на них и можно там же найти себе коуча. Ну, так сразу уйти уже в личку, да, и разговаривать. Вот, а в чате мы обсуждаем обычно общие, интересующие многих, да, вопросы. Это мои контакты, можно обращаться, я с удовольствием, ну, я же сказала, да, у меня смысл жизни в помощи людям и в развитии, я с удовольствием помогаю. Можно ко мне обращаться. А, вот эта тема для Баркемпа. Как правильно ставить задачу, давать конструктивную обратную связь? Прямо потренируемся. У меня есть тренировка, мы прям сядем и потренируемся. У кого это актуально, кому интересно и кому, вот тут была половина тех, кто думал, что их будут мотивировать, да, вот там можно тоже побыть с другой стороны, вам будут ставить задачу, а вы будете ее выполнять, но с определенными условиями. Как просить повышение зарплаты и когда? Мы с вами уже половину попросили, да, дальше уже. Там конкретный кейс пройдем. И как найти хорошего коуча? Все, спасибо большое. А, про Тараса забыла. Не, не спасибо. Значит, что случилось с Тарасом в итоге? Систему разработали, она действует сейчас. Он понял и осознал, что ему и куда ему развиваться, что ему развивать и куда развиваться. И, собственно, прошло 4 месяца, сейчас у него хорошая команда, вопросов, говорит, получения результата нет. и большое спасибо нам с ним за то, что мы это все разработали. Вот. Теперь спасибо. Вопросы, да? Да. Подскажите, вот вы рассказывали про модель, ну, про портрет, да, извините, не пользовалась. Подскажите, как определить, что соответствует конкретным баллом оценки вот для того, чтобы между аналитиками сравнивать. То есть то, что вы подсказали, это, по сути, больше для индивидуальной работы. А можно ли это использовать при подборе персонала и при сравнении аналитиков между собой? Это вот про то, что у нас, вы сказали, что это работает на что только? На индивидуальную работу. Смотрите, никто, кроме нас, этого не сделает. И только то, что вы разработаете, и будет реально самой лучшей шкалой для вашей компании. И эту шкалу можно точно так же накладывать на тех, кого вы будете подбирать к себе в компании. Да. Да. Перевожу. Все слышали? Что означает уровень определенной методологии? И как понять, что нужен определенный уровень, определенный навык и определенный уровень этого навыка? Опять же, у нас есть мы и наше понимание, какой в проекте уровень этого навыка понадобится. Я возвращаюсь к тому, что у нас все внутри, нас уже есть. И у нас есть окружающая действительность, ресурсы, которыми мы можем воспользоваться при формировании этих навыков. Но я бы взяла, наверное, опять коуча, села бы с ним и продумала, какой вам наилучшим образом, как вам наилучшим образом простроить этот процесс. Эту шкалу, вот так вот скажем. Я вам не отвечу. У меня нет волшебной таблетки. Как у вас это будет происходить? Все, поняла. Прописываются ли конкретные баллы под индикатором? Да. У нас не прописывались. В нашем случае не прописывались. В нашем случае мы договаривались о том, что мы будем считать серединой самым высоким, самым низким. Потому что у нас эту шкалу использовал Тарас для своих сотрудников, с которыми он об этом договорился, текущих, с которыми он об этом договорился. Если мы это выносим на подбор персонала, то имеет смысл уже в процессе подбора собеседования уже договориться тоже. Я про то, чтобы договориться. И тогда мы будем одинаково понимать с человеком с другой стороны эту шкалу. Потому что всегда она разная. Да. Всегда она разная. Если бы я знал, что так микрофон будет долго идти, не спрошу бы. Такой вопрос. Вы говорили, что обратную связь вы, конечно, отдельно рассматриваете. Но вот такой кейс, как дать человеку действительно конструктивную обратную связь, если он... Ну, это немного грубо звучит, но просто тупой. Вот. Ну, то есть, дело не в том, что человек там, ну, не справился с какой-то конкретной задачей или там не знает, ему нужно подучить какую-то методологию, какие-то там софтскиллы. А он просто не понимает, что ему говорит. И как бы вот... Мучиться с ним или просто увольняет сразу? Передайте, пожалуйста. Два, попробуйте. Два, привет. Во-первых, какого хрена этому человеку давать эту задачу? Начнем с этого. Вот, да? Вот, понятно, да? План развития персонала спускается сверху. Это кардинально противоположно тому, что предлагаю я. Ребят, если план спускается сверху, будут тупые люди, которые не делают ваши задачи. Ребят, если у вас будет свой план развития, то этому человеку, наверное, будут даваться... Все-таки не бывает просто тупых людей совсем, если их взяли в вашу компанию. Ну, либо вопрос к вашим HR-ам, скажем так. Вот. Я бы, во-первых, подумала, какого уровня задачи можно дать этому человеку, чтобы он их сделал наилучшим образом, на уровне своей компетентности. Если он здесь есть, значит, он для чего-то здесь есть, этот человек. Есть ли такие задачи? Это первое. Второе. А почему ты думаешь, что ты круче его? Почему ты ставишь себя на уровень выше другого человека? Мы все по-разному тупые в чем-то. Да? Ага. Я понимаю. Ну, в общем, короче, с приложением, не с приложением. Ребят, ну давайте не будем ставить себя над людьми и говорить, что они тупые, там они не понимают. эти заказчики, они вообще знакомы, да? Все женщины, все бабы дуры, все мужики сволочи, это вот оттуда же, на самом деле, да? Это такие штуки, которые шоры, которые нас ограничивают и не дают нам проще и лучше выстроить коммуникацию с другими людьми. Извини, что наехала. Болезненно. Возвращаемся к первому слайду, да? Почему он не делает свою работу качественно? Или он все-таки делает свою работу качественно? Тогда какие вопросы к нему? Так. Ну я чувствую нервы вот в твоем голосе, явно тебя это не удовлетворяет, что он делает работу свою хорошо. Ты ему даешь задачи, он делает работу одну и ту же, да? Ему-то нравится это. Смотри, я думаю, что он развивается в этом. Я так подозреваю, что он... Ну смотрите, априори нет людей, которые не развиваются, да? Нет просто тупых людей, которые всю жизнь тупые, да? Или нет человека, который делает... Я не знаю, любую профессию взять, там люди копают. Аль, у нас окна ремонтируют сейчас в доме. Они включают музыку, они так гармонично это делают, что мне иногда хочется остановиться и посмотреть, как это красиво происходит. Но люди нашли себя в этом, да? И они одно и то же делают каждый день, но им это нравится. И они шесть этажей делают, кстати. А вот они до шестого доходят. И я думаю, что у него тоже имеет смысл спросить у человека. Вот я вот так думаю, чего тебе хочется вообще? Что ты получаешь? От чего наибольший кайф в работе ты получаешь? И к чему вообще хочешь прийти? Ну вот, собственно, я бы вот так вот с этого начала, да? Вспомнила про то, почему не делаются хорошо, если все-таки нехорошо делается. Я вот почувствовала, что все-таки не очень хорошо делается там что-то. и начала бы уже с вопросов и с терминов, ну и так далее. Вот можно заново начать презентацию. Да. Ой. Ну вот там вот уже три раза поднималась. Извините. Алена, спасибо за презентацию. Правда, это немножечко не то, что я ожидал услышать, да, но с терминологией вначале разобрались. У меня такой вопрос. Есть ли какие-то наработки по тому, как именно организовывать работу большой группы аналитиков? Не управлять развитием там конкретного аналитика? Вот. Есть ли там различные без практики, схемы, то есть как их группировать там в зависимости от проекта, характера задач? И второй момент очень важно. Есть ли как не надо делать наработки? Вот можете поделиться? Хороший вопрос. Но глобальный, требующий отдельного, вот 40 минут отдельных, да? Да, на самом деле, если в общем, то нельзя под одну гребенку, точно, да, всех. Вот про светофор, это вообще не про аналитиков и не 15 человек. Вот. Договориться о терминах, опять же, да, вначале. И, возможно, если это по продуктам их делить, да, то в продуктах разные требования у разных продуктовиков к ним. Поэтому сначала поговорить с продуктовиками и потом простроить уже задачи и цели, и мотивацию ребят именно под определенный продукт. Я бы так сделала. Как не надо? У меня целый слайд был, как не надо, я его выкинула, чтобы успеть. Сейчас вспоминать буду. Ну, как не надо, не надо формально, не надо ставить себя выше других, да? Я все время про то, как хорошо, а не как плохо. У меня же плюсы дельты, да? Что хорошо, и что можно сделать по-другому. А как минусы какие? Даже не знаю. Слушайте, у меня вот фейловых историй не было, не могу сказать. Врать буду. Да. Может, кто-то поможет из-за, у кого фейлы были. Потом поговорим. Спасибо большое за доклад. Ален, вопрос такой. Коуч и ментор — это вот разные роли, но я до конца не понимаю, чем они отличаются, первое. И второе, хорошо ли, когда это один и тот же человек, или это обязательно должны быть разные люди? Спасибо. Коуч и ментор. Ментор — это человек, который сопровождает в компании обычно, давайте вот как обычно это бывает, сопровождает в компании человека, начиная от собеседования, дальше на испытательном сроке, ставит вместе с вами задачи, смотрит на результаты, и помогает руководителю сделать определенные выводы по поводу вашего развития и ваших результатов деятельности в компании. и помогает вам с определенными шагами на пути. Коуч — это полупсихолог, человек, который работает с вашими проблемами, помогает переформулировать их в цели и помогает их достигать. В принципе, вещи похожие, да? Но коуч — это человек, который с конкретной задачей, с конкретной проблемой работает, а ментор — это человек, который отвечает за то, чтобы вы хорошо адаптировались в компании, за то, чтобы вы понимали, поставлены перед вами цели и правильно делали задачи. То есть немножко задачи другие. У коуча задача, чтобы вы развились, независимо от того, в компании, не в компании, в личной жизни, там, где угодно, да? У ментора задача, чтобы вы сделали правильно, с хорошим КПД свою работу, да? И хорошими кипьяями, да? У кого-то они есть. Наставник и ментор, они похожи, на самом деле. Это одно и то же. Кто-то называет ментором, кто-то называет наставником. Но я бы считала, что это параллельные вещи. Да. Хороший вопрос. Смотрите, я видела хорошего ментора, который был хорошим коучем. Но если он ваш ментор, он не может быть вашим коучем, потому что коуч решает определенные задачи и определенные цели, которым он вам помогает идти, да? То есть, скорее всего, хороший ментор, соседа, будет вашим хорошим коучем. Вот я бы так сказала. Я отвечу. Спасибо большое.